Добрый день, меня зовут Давыдов Артур. Я хотел бы обратиться в адрес председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина, генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова и председателя Саратовского областного суда Олега Михайловича Рябина. Как уже известно в СМИ в отношении меня, в апреле 2021 года было возбуждено уголовное дело. При этом надо пояснить, что материалы доследственной проверки поступили в Следственное управление Следственного комитета по Саратовской области, из УФСБ России по Саратовской области, соответственно, по факту покушения на получение взятки Красноармейским межрайонным прокурором и представителями Бюро судебно-медицинской экспертизы. Однако сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Саратовской области, проигнорировав, в принципе, материалы, предоставленные сотрудниками ФСБ России, по какой-то не вполне ясной причине приняли решение о возбуждении уголовного дела в отношении меня, по факту якобы получения мною взятки. При этом, по всей видимости, осознавая то обстоятельство, что само по себе возбуждение уголовного дела незаконно и какого-либо фактического основания к тому оно не имеет, следователем Крамеровым, которым было поручено расследование, неоднократно в ходе первоначальных допросов мне предлагалось оговорить себя и признать вину в якобы получении взятки в обмен на избрание в отношении меня меры пресечения в виде домашнего ареста и, скажем так, дальнейшего, более, может, мягкого применения каких-либо мер ответственности. Однако в связи с отказом следователем было, моим отказом, следователем было возбуждено перед Волжским районным судом ходатайство о избрании в отношении меня меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было удовлетворено. При этом вместе с помещением меня под стражу материалы уголовного дела стали фальсифицироваться, скажем так, достаточно часто. Одним из наиболее ярких примеров является то обстоятельство, что заявления, которые легли в основу, в принципе, факта возбуждения уголовного дела, как было установлено уже в ходе судебного разбирательства, были подготовлены самим следователем, в том числе следователем Крамером, и переданы для подписания заявителям, которые, не читая их, подписали. Более того, по всей видимости, осознавая то обстоятельство, что расследование уголовного дела представляет особые сложности в связи с фактическим отсутствием реальных доказательств моей вины и фактической фальсификацией материалов уголовного дела, в ходе следствия мне неоднократно предлагалось, опять же, оговорить себя, признать вину в совершении якобы получения взятки с целью изменения в отношении меня меры пресечения. Однако, в связи с моим отказом, следователь Крамеров неоднократно обращался в Волжский районный суд города Саратова с целью продления в отношении меня меры пресечения в виде содержания подстражей. И лишь в октябре 2021 года, по истечении почти семи месяцев, благодаря объективности и беспристрастности Саратовского областного суда, выступающего в качестве операционной инстанции, я был освобожден из-под стражи, в отношении меня была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, который сохраняется по сей день, и, скажем так, в рамках которого мне установлен один запрет, это запрет на выход из жилища, в котором я проживаю. Вместе с тем, стороной защиты продолжалось указание следователю Крамерову на допущенное нарушение и на несостоятельность самого факта уголовного преследования в отношении меня. Однако это игнорировалось как следователем Крамеровым, так и его непосредственным руководством. В этой связи моим защитникам с целью осуществления защиты и с целью получения, возможно, какого-то отклика, в том числе от руководства областной прокуратуры и следственного управления по Саратской области, было записано публичное обращение в адрес, в том числе представителей следственного комитета и генерального прокурора Российской Федерации. В ответ на что органы предварительного расследования, осознавая, что те нарушения, которые ими допущены, были приданы огласке, и о них стало известно общественности, дополнительно вменили мне факт якобы провокации взятки в отношении красноармейского межрайонного прокурора. Одновременно с этим у меня была отобрана подписка о неразглашении данных предварительного следствия, что прямо запрещено Конституционным судом, и осознавая этот запрет, следователь Крамеров ее в дальнейшем отменил. А также началось достаточно жесткое давление в отношении моего защитника. При этом господин Крамеров продолжал фальсифицировать материалы уголовного дела, в том числе в ходе неоднократно проводимых очных ставок он отводил вопросы, которые задавались стороной защиты и подтверждали высказанную мной, моим защитникам, занятую, вернее, позицию, и фактически были неудобны органам предварительного следствия. И фактически подтасовка фактов продолжалась вплоть до направления материалов уголовного дела в прокуратуру. Прокуратура Саратской области утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело при всех, скажем так, нарушениях в Красноармейский городской суд Саратской области. В ходе судебного разбирательства, в ходе судебного следствия также были установлены обстоятельства, которые прямо свидетельствовали о том, что занятое органами следствия, а уже в рамках судебного заседания органами прокуратуры позиция несостоятельна и каких-либо реальных и безоговорочных доказательств совершения якобы мною преступления не имеется. Так, например, были исследованы несколько судебных экспертиз, в том числе заключения судебных экспертиз, в том числе которых были проведены за пределами Саратской области, в экспертных учреждениях Следственного комитета, которые всецело подтверждали занятую мной и моим защитникам позицию, которые свидетельствовали о том, что инкриминируемые мне деяния, то есть получение, якобы получение взятки и провокация взятки в отношении красноармейского международного прокурора, мною не совершались. В этой связи, осознавая фактически отсутствие реальных и безоговорочных доказательств, сторона государственного обвинения в лице прокурора Белоноговой, отступив, скажем так, от возложенных на прокуратуру обязанностей по защите прав и свобод человека и гражданина, перешли, скажем так, к мелкому пакостничеству, которое нашло свое выражение в следующем. В ходе судебного разбирательства было установлено, что, находясь под домашним арестом, я ушляю предпринимательскую деятельность, соответственно, имею доход. В этой связи госпожой Белоноговой было заявлено ходатайство о применении в отношении меня ограничительной меры в виде запрета мне права на труд. И в данном случае именно благодаря объективности уже красноармейского городского суда, который не пошел на поводу прокуратуры, а проявил, опять же, независимость и беспристрастность указанное, ходатайство не было удовлетворено, в его удовлетворении было отказано, и было, соответственно, указано на то, что указанный запрет не предусмотрен действующим уголовно-процессуальным законодательством. Более того, государственным обвинением в ходе судебного разбирательства предпринимались попытки найти нарушение мною в отбывании мероприятия в виде домашнего ареста, в результате чего я был ограничен в возможности получить квалифицированную медицинскую помощь. В дальнейшем, уже при переходе к судебным премиям, государственное обвинение в лице госпожи Белоноговой, опять же, по всей видимости, понимая те обстоятельства, то, что каких-либо доказательств, инкриминируемых мне деяний у прокуратуры не имеется, и фактически уголовное преследование осуществляется в данной части незаконно, стали предприниматься попытки по введению суда в заблуждение и фактически изложению фактов, которые были установлены в ходе суда, совершенно в ином свете, в том свете, который удобен, соответственно, стороне обвинения. Так, в ходе судебных премий государственный обвинитель, опять же, пытаясь ввести суд в заблуждение, указала на то, что якобы моя вина подтверждается материалами исследованных судебных экспертиз, а также показаниями свидетелей. Однако, как я указал выше, ни одно из заключений судебных экспертиз, которое за период следствия было проведено, если не ошибаюсь, 6, не подтверждает позицию, занятую государственным обвинением, и более того, подтверждает позицию стороны защиты. Вместе с тем, государственное обвинение дошло до того, что стало фривольно излагать достаточно объективные факты. Так, допустим, в ходе судебного разбирательства трижды была просмотрена видеозапись, которая, опять же, подтверждала позицию защиты. Однако, государственный обвинитель в лице госпожи Белоноговой пыталась убедить суд в том, что данная видеозапись подтверждает позицию обвинения. Указанные мною факты, они, скажем так, являются лишь отдельными, и уголовное дело в отношении меня, явно сфальсифицированное, содержит иные достаточно интересные и противоречивые факты. В этой связи мне хотелось бы обратиться к названным ранее в начале моего обращения должностным лицам, попросить их обратить особое внимание на факты явного нарушения закона, которые имеют место быть. И в то же время, в сложившейся ситуации, хотелось бы надеяться на объективность, беспристрастность, независимость и все-таки гуманность суда, который, как мне кажется, должен выполнить те функции, которые на него возложены в Конституции Российской Федерации.